Сейчас попробуем продемонстрировать работу с двумя собаками на электроошейниках. Одна собака выполняет выдержку, другая портировку, потом наоборот. Урагана было три выдержки, я его наказал, хорошо, вперед, не может поймать, давай, вперед, парк! Поехали! Так, не удается. Вперед, парк! Хорошо! Вот, поймал почти на лестницу, браво! Хорошо! Место! Верный, место! Верный, место! Верный, место! Хорошо! Вот! Сейчас я переключил верного наказа! Ураган! Хорошо! Хорошо! Ураган! Хорошо! Хорошо! Верный, место! Ураган! Хорошо! 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 Вперед, парк! Тестные Duncan pulled quatroми врез blurred. Верный! 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 Лежать! Хорошо! Он лучший фирмен был наг pamit! Это что это Thousands lest year! Верный парк! Бравый парк! Вперед! 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 Тураган поймал калису. Вперед! Нашли! Вперед! 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 Ярный нет Лежать Сидеть Сидеть Стоять Сидеть Стоять Сидеть 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 Кулять Ярный нет Бред А Пури Сидеть Пури Сидеть Хорошо место. Охраняйся, охраняйся. Лежи. Сейчас попробую вылезку, иди полиже подходи. Место. Ураган. Говорю ураган. Ураган. Бери. Место. Хорошо. Верный. Место. Верный место. Верный. Хорошо. Хорошо. Верный. Красава, красава верни Верни, конвой 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 Хорошо, конвой Конвой Хорошо Конвой 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 Хорошо Ураган 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 Хорошо Место Стоять Лежать Сидеть Стоять Лежать Сидеть Стоять Сейчас попробую сзади меня встать Жестом Поработать Прям спину твою показывать? Да Так а их то надо тоже, правильно? Ну да Так Су-су-су Ни одна Су-су-су Стоять Лежать Сидеть Стоять Лежать Лежать Сидеть Стоять Лежать Работа Жестом Сидеть Сидеть Стоять Сидеть Стоять Сидеть Гуляй Фа Лежать! Хорошо! Хорошо! Лежать! Лежать! Вперед! Лежать! Хорошо! Ищи! Лежать! Лежать! Рядом! По глазу! Хорошо! Рядом! 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 Лежать! Сидеть! Стоять! Рядом! 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 Лежать! какие у них характеры там и так далее какая у него порода то урагану да вот он первый это метис бельгийская лежать и немецкая в чарстве верный больше и более выносливый сильнее моложе уже урагану не уступает в драке но все равно он урагана побаивается уважается лучше бельгий не конфликтовать последнее время стал сдавать на электроошейниках он не конфликтует а без электроошейников драки а для охраны кого бы ты взял для охраны урагана он более охраны верно чисто спортивный пёс лежать наверно его надежи нет в плане защиты охраны ну добряк ты сказал добрый пёс ко всему даже сейчас под мани он во всех видит партнера по играм такого никто его не расправливал одно занятие было и видно что это не его он схватку делает на драйве на инстинкте добычи не на агрессии а ураган немец он более злобный он тоже не совсем рабочий пёс метис рабочей собаки и выставочный а в нем больше злобный верный больше более так скажем лежать более выдержанный более послушный более более услужный ураган больше охраны если у него игрушка все он любит охранять ну и верный тоже на подражание верный лежать верный лежать охраняй ну-ка попробуй руку протяни охраняй 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 чужой нет видишь когда я рядом он думает чужой вот на меня еще реагирует чужой хорошо охраняй хорошо ну-ка ты фронтально зайди отсюда попробуй охраняй 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 чужой 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 он знает что это игра как бы а когда вот вещи у него стержня нету этого природного охраны то есть ему лучше уйти от конфликта чем отставать с человеком чисто спортивная игра а вот за сколько ты делаешь собаку по времени вот с базовыми навыками дрессировки сколько требуется времени и какая порода лучше всего или любую породу ты можешь в принципе снабдить вот этими основными навыками какие-то навыки там расскажи если у собаки есть базовые навыки есть выдержка например есть хождение рядом на поводке есть кое-какой там позык она понимает эти все команды но она их делает нечетко вот у нее так скажем даже нету у кд третьей степени то есть она делает это вот что такое у кд третьей степени вообще курс дрессировки третьей степени когда собака делает все настолько вот прям плохо так скажем но сдает причем все команды она выполняет не по первому требуем не по второму а по третьему больше двух повторов нельзя подавать недопустимо больше с таким навыком значит чтобы довести до первого до первой степени у месяца два нужно то и три если вообще собака без навыков к кд третьей степени подготовить но вот собака у меня живут нужен месяц я я за месяц подготовлю если никто мне не мешает она у меня живет через месяц собака на третью степень а что входит в кд 3 общий курс дрессировки до третьей степени что туда входит какие команды вот команды они как и все сидеть лежать стоять работа с расстоянием там на испытаниях продемонстрируй сразу вот с каждую команду над снабс только в камеру то входи вот допустим что тебя видно было стоять сидеть лежать сидеть лежать стоять вот собака это должна делать с 10 метров в месяц она у меня эти команды будет делать без поводка без поводка лежать сидеть лежать стоять по-другому это называется комплекс дальше она у меня будет делать сейчас покажу верно место отхожу на 10 метров голосом и жестом подзывает они рядом место дальше она должна убежать это ко мне место дальше я приучаю собаку я с собой нет наморника одеваю наморник гулять в свободном состоянии собака в наморнике бегает и не снимает по первому уже требованию подбегает ко мне то есть наморники она себя чувствует комфортно да хорошо арена очень удобно одели наморник где-то на пустыре без поводка выпустили она ничего не подъела ни с кем не подралась эта команда как называется отношение к наморднику перед этим было дальше апортировка вот но сразу хочу договориться что не каждой собаке за месяц удается сделать апортировку то есть она должна ну а какая статистика из 100 собак сколько ну допустим из 100 собак 50 через месяц делают 50 не делают не хватает месяца от чего это зависит от рабочей качества вот если собака вот при виде видишь палочки все она играет она родилась такой с ней как бы удобно навык игры хорошо развит правильно я понял да вот это апортировка дальше хождение рядом собака по команде рядом должна идти плотно не тесня то есть она слева от тебя да должно идти не Я бегом Я спр AKB Я медленно Я остановился Я на лево тоже за месяц почти каждую собаку я могу научить на провисшем поводке она не будет тянуть это делать некоторые собака тоже 50 на 50 на будет это делать уже без поводка тоже от собаки зависит от ее гейменности если собака рабочая с рабочего питомника через месяц у ФД третьей степени я делаю легко все ты все команды базового вот дальше еще идет команда ФУ прекращение нежелательных действий проверяется либо на лакомстве, либо на предмете собака по команде ФУ должна выплюнуть предмет ряда опор опор вот он бежит ФУ видишь он четко должен ряда опор и возобновляет кушай собака ест кушай собака ест потом фу и собака вот так вот должна сидеть и корм не брать причем форсфен сам выбирает это его право каким методом он будет демонстрировать команду ФУ на прекращение нежелательных действий вот дальше еще так сидеть лежать стоять ко мне это проверяется либо из свободного выгула в наборнике либо вот навык места и там и там проверяется команда ко мне собака по команде ко мне нужно быстро четко подбежать по прямой вот это общий курс дрессировки теперь чем отличается ОКД третьей степени от ОКД первой ТОКД второй и третьей степени то есть тут приводится понятие качества дрессировки до этого я демонстрировал значит вот например с комплекса стоять лежать сидеть лежать сидеть стоять видите у меня нет ни одного повтора то есть собака идет на первую степень то есть ей не нужно повторять вторая степень это когда собака набирает там от 80 до 90 баллов то есть стобальная система на самом деле сто пятьдесят баллов 50 баллов еще дрессировщик набирает за управление собакой тоже на цене вот если они набирают сто пятьдесят баллов получают диплом первой степени собака должна сто баллов набрать лежать ну давай так предположим тебе на месяц хотят оставить собаку в гостинице в твоей и по возвращении из отпуска через месяц хотят получить ее с какими-то базовыми навыками что ты можешь сделать за месяц ну я говорю будет у кд третьей степени собака четко будет знать представление о всех вот этих командах о всех девяти да сколько их девять сидеть лежать стоять ко мне рядом апорт место прекращение желательные действия то есть третья степень обеспечена да то есть третья степень да стоит это 20 тысяч рублей собака у меня вот если мы договариваемся ну вот и собака например в течение месяца не по не сдает на третью степень то я дополнительно там неделю или две на свой счет я довожу до этой мы договариваемся уже о результате так это расскажи вот вывод и на на месяц что что туда входит в твою услугу что полностью обучение вот это как у меня живет ходит проживание собаки выгул сколько раз в день там поподробнее ну естественно два раза минимум в день я выгуливаю у меня утром и вечером по часу тренировки то есть два две тренировки в день до тренировки в день получается одновременно с выгулом да собака выгуливается потом тренируется потом я провожу ее она ест спит отдыхает и вечером опять если собака там а питание входит вот в эти в эту сумму да если человек кормит недорогими кормами собак корм дилли я своих собак кормлю алтайским кормом дилли он считается эконом класса мешок доставка стоит 1116 килограмм вот значит я буду месяц этим кормом кормить вашу сама буду и обучать буду ее выгуливать вот буду ее кормить буду ее содержать вот вся эта услуга стоит 20000 рублей через месяц вы приезжаете я демонстрирую вам вот нечто подобное на вашей собаке вы говорите о классно забирайте собаку домой приезжайте собака ничего не делает приезжаете и говорит сергей павлович ну мы так не договаривались нам то надо чтобы собака нас слушалась а не вас поэтому я заранее предупреждаю клиента обучаю собаку я выполнять мои команды это первоначальный этап потом идет этап перевода собаки на клиента то есть мне нужно работать одновременно с клиентом и с собакой научить клиента пользоваться дрессированной мною собакой правильно подавать команды и совершать те действия которые напоминают собаки что нужно делать собака забывает и люди иногда забываем то что обещаем другим людям уж собака тем более хотя и на его высоко организованный организм но однако можно это обучение проводить параллельно то есть собака живет у меня обучается собака и клиент параллельно три раза в неделю может посещать групповые занятия это тоже включено бесплатно к слову сказать групповые занятия у меня стоит 4 500 за месяц при трехразовом посещении в неделю да то есть 3 на 4 это 12 12 занятий 12 занятий в месяц то есть грубо говоря заплатив 20 тысяч человек имеет право 12 занятий групповых посетить бесплатно а если он если он если он в отпуске то тогда по приезду он записывается либо на курсы проходит месяц за месяц я его научу пользоваться дрессированная собака четыре с половиной оплачет что будет плюсом либо индивидуально приезжает 500 рублей одно занятие сколько занятий понадобится чтобы его обучить ну в среднем 5 от 5 до 12 я рекомендую некоторые обходятся двумя-тремя занятиями брат допустим меня приезжал привозил собаку с новосибирска он первый раз приехал одно занятие было у меня часовое собака вообще нулевое и по отъезду по забору собаки потому что на сибирский барнаул не совсем близко не наездишься сколько время это прошло месяц два часа я занимался с его женой и с ним сейчас в начале курса сейчас в конце то есть через месяц до они приехали передал собаку да я передал собаку за час но они потом еще вопросы там ватсап мне задавали как бы я то есть ты на связи еще бываешь да я на связи по телефону бесплатно я консультирую что делать если собака например ну начинает опять тянуть поводок или начинает там срываться с выдержки а что если человек хочет все-таки у него какие-то сомнения может какие-то размышления вы выбирает среди дрессировщиков есть ли у него возможность посетив он первый раз я еще не знаю познакомиться с тобой поближе какое-то есть занятие может она бесплатно есть первое первое групповое занятие бесплатно то есть он пережить прежде чем выложить четыре с половиной тысячи за обучение если он меня не знает если он у него нет доступа в интернете ему никто меня не порекомендовал вот он приезжает даже разрешать своей собакой я работаю с ним в час стоит это 250 рублей одно занятие такое если без покупки абонемента одно групповое занятие стоит 250 при покупке абонемента 4500 получается где-то по 170 рублей за одну то есть тут бесплатного может да и там у него сомнения да и там а что расскажи об этом занятии а на первом занятии мы вот эти все девять команд общего курса дрессировки я кратко рассказываю как мы это будем делать чтобы у человека было представление как человек получает на первом занятии ответ на волнующий вопрос как то есть он ответил на себя уже на вопрос зачем зачем он вообще решил заниматься дрессировка у каждого ответы на это разные зачем я занимаюсь дрессировкой давай я себя начну давай вверх мне это нравится мне это просто нравится как вот как биться портов я дерусь потому что я дерусь я иду собак ругать мне нравится заниматься ними дрессировками обучать своих собак чему-нибудь во во-вторых я действующий профессиональный спортсмен я мне нравится участвовать своими собаками спортивных соревнований не выставках а спортивных соревнованиях по дрессировке где дрессировщики выясняют отношения кто круче вы дрессировал то есть ты поддерживаешь форму до собаки да да я каждый год на открытом чемпионате алтайского края выступаю с верным двукратный чемпион алтайского края по укд плюс веке ну вот сейчас 2018 год и и конец июля в этом году верный занимал какие-то места да мы выступали с верным и с ураганом ураган в тени прячется стройки и по укд и по закрест две собаки я сейчас дословно не помню кто какие места занял ураган по моему абсолютно чемпион алтайского края в этом году в прошлом году был верный два года в этом году враган верный по защитно-караульной службе там немножко скажем накосячил потому что я его готовил по другому виду спорта по большому русскому рингу и с рукавом работали мало и видя руках ошибки делать ошибки которые хорошо вот еще как и еще причины что что ты тренируешь какие чаще всего у твоих клиентов соседями очень хорошие соседи видят что мои собаки обученные послушные воспитанные они не принесут никакого им вреда здоровью ущерба то есть они видят что собаки полностью управляемые но тем не менее это не разрешает мне выгуливать и без поводка и без намордника я юбилейном парке огородил площадку полностью и дойдя со своими собаками до площадки там я их выпускаю уже без поводка без намордника они могут порезвиться потому что у нас город барнаул собаки разные есть владельцы бойцовых собак если мои собаки будут без намордников будет драка и кому это нравится а у намордника глядишь и обойдешь а чаще всего извини сергей к чаще всего какие причины все таки приводят к тебе людей со своими со своими питомцами я хочу чтобы собака меня нормальная жизненная позиция человека он берет собаку для того чтобы она его слушалась слушалась прошли те времена где собаку брали для каких-то определенных целей для охраны для рыбалки это сейчас таких собак очень мало он беру собак для выставок для выставок для самоотверждения для самом пиара для повышения может быть своей самооценки вот но иметь послушную собаку это хотят многие дальше уже желание идут вот уже по спец курсу курс защитно-караульной службы хотят иметь охранную собаку вот это вот мой конек научить собаку охранять человека ну что это даст основные преимущества а собака которая научилась охранять что это дает во-первых сохранность имущества многие клиенты обращаются уже тогда когда-либо посигнули на его имущество либо на его здоровье когда у нас как говорится так пока гром не грянет мужик не перекрестится вот имея собаку охранной породы человек получает вот такой фиаско он думает раз взял охранную породу значит она обязана уже охранять вот ничего подобного ничего она не обязана ее нужно гуляй верный он хоть и не охранник но у него природная вот у него облайка вот эта спортивная мне очень нравится он родился такой верный да да вот он очень красиво облаивает ты можешь чтоб они одновременно облаяли тебя но ураган у меня не прыгают и они иногда конфликтуют и загружки урик иди ко мне дорогой ко мне вот в общем защитно в курсе языка или защитно королево существует элемент удерживание фигурантов плази охраны или облайка это она еще в япону бывает она не обязательно защитно корольную службу следующий раз расскажешь сергей скажи свой телефон как тебе обратиться данные живу барнауле зовут меня кубков сергей 8905 084 56 38 ай хороший поймал на лицо ну все мы прощаемся с тобой давай до новых встреч до новых встреч друзья о по словам курочка там не надо иди сзади 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 Порядок Порядок Не слышно тебя было, Сергей? Вороган, ищи Вороган, он уже не идет сюда Знаешь, что там курица А вон она Где она ушла В кусты ушла Вороган Вороган Подальше Иди гуляй Видишь, я его командой Иди гуляй Видишь, он уже туда не идет Потому что там запрет Вороган, иди гуляй Все, я кнопку нажимаю Собака получается разряд Можно без поводка Рядом Садись Опатя Вороган Садись Вороган Вороган Садись Садись Вороган